Девушки отдыхают Девушки отдыхают Кто-то еще в кризис верит? Решили сыну в подарок на день рождения подарить собаку Давно мечтает об этом Какую породу посоветуете? А какую сам-то сынок хочет? По утрам смотрю в окно Во дворе хмурые мужики выгуливают маленьких собачек Видимо, тоже детям дарили Лабрадор или йогширский сырье Чехаутер с детьми носит от души Ходит на пеленку, ест мало Гуляем по возможности К такому виду подарков нужно отнести ответственно Это вам не сережки, которые есть не просят Породы, которые подходят больше всего детям Это лабрадор Это пудель карликовый Это кокер спаниеля В большинстве случаев Если, как правило, животное берется в частный дом То это овчарки Очень хорошая собака Компаньон вообще отличный И как компаньон, и как охранник Дети очень сильно привязываются И, соответственно, животное именно привязывается к ребенку Не к тому, кто кормит, а больше всего к ребенку Почему? Потому что, ну, в первую очередь, дети с ними играют А животное это очень любит и ценит В каждой семье свои заморочки Но хочу сказать вам по опыту Больше тараканов в голове Все-таки у женской половины Ситуация такая Муж часто общается со своей мамой Бывает, даже ночевать у нее остается Или ездит к ней на выходные У нас двое детей С детьми столько не общается Когда дома все время в интернете Что делать? Что посоветуете? Детей с ними отправлять И с папой, и с бабушкой побудут Хорошо же В чем проблема-то? Я тоже беру ребенка и два раза в месяц еду к маме Если мужу надо к маме, тоже едет Или один, или вместе Это нормально Хуже было бы, если бы муж забыл мать Это похоже на ревность Ситуации мамы и свекрови всегда очень эмоционально обсуждаются Попытайтесь поговорить с мужем Объяснить ему, что в этих отношениях вас не устраивает Постарайтесь пойти на контакт со свекровью И объяснить ей, что ее сын вырос Он взрослый самостоятельный мужчина Который имеет право жить в своей собственной семье А не постоянно бегать к маме Ни в коем случае нельзя давить на мужа Нельзя ставить ему ультиматумы Либо она, либо я Делать это в мягкой тактичной форме Очень мудро, постепенно Переманивая мужа в большую часть, конечно, на свою сторону Чем к маме Не делать ему резких замечаний Стараться давать советы Стараться убеждать его в том, что Ваша точка зрения правильная, а не точка зрения его мамы Побольше хвалить мужа даже за любые абсолютно малейшие его поступки Ситуация до сих пор сложная Поэтому мы все чаще встречаем посты в соцсетях Сейчас вы все поймете Срочный сбор средств Полина Белова, 11 лет Помогите спасти жизнь Остаток сбору 5 миллионов 293 тысячи рублей Уважаемые клинчане Сейчас проходит благотворительный концерт В поддержку Полины Беловой Поможем вместе Если мы собираем деньги на лечение девочки Если вы по каким-то причинам Не смогли присутствовать на концерте Вы можете перевести свои деньги И на счет мамы Полины Всю информацию вы можете найти в соцсетях Всего доброго Хорошей вам рабочей и выходной недели И хочется сказать только спасибо Спасибо большое нашему партнеру Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!